С окончанием отопительного сезона и наступлением лета ямальские коммунальщики сразу же приступают к подготовке к следующему зимнему периоду работы. За короткий летний сезон нужно провести диагностику сетей, установить новое оборудование, завести топливо, а также закончить плановые ремонтно-восстановительные работы. В ямальском районе эта ответственность ложится на Ямалкоммунэнерго. О том, как готовятся коммунальщики к зимнему сезону, смотрите в нашем материале. На дворе первая декада августа, но для коммунальщиков это не время расслабиться, а время ускориться и готовиться к финальным этапам подготовки к очередному отопительному сезону. Ямальское лето заканчивается очень быстро и фуру в подготовке никто не даст. Но комплексная готовность объектов ЖГХ в ямальском районе идет согласно плану. Ремонтную компанию мы начали производить с 1 июня, закончится она в конце августа. На данный момент процент готовности 80%, если посмотреть на котельные, то это 95%. В ямальском районе под управлением организации находятся 17 котельных и 60 топливных агрегатов. В котельных по всему району к этому времени заканчиваются все ремонтно-восстановительные работы. К середине августа необходимо начать диагностику систем и к концу месяца быть готовым дать тепло в дома. В первую очередь в образовательные учреждения района. Несмотря на то, что в этом году серьезного технического переоборудования не планировалось, объем работ был упланен солидный. В настоящий момент прошла прессовка котельных, прошли чистки котлов, прошла подготовка насосного оборудования, а также вспомогательное оборудование по всем котельным. На всех котлах заменены домогарные трубы, которые пришли в негодность. Котлы опрессованы и готовы к работе на 100%. В настоящее время идет косметический ремонт помещений котельных. Замена оборудования проводилась в прошлом году, благодаря чему на котельной номер 3 появилось два мощных немецких агрегата. С топливом проблем тоже нет. Остатки горючего с прошлого года были оставлены и запломбированы. В настоящее время идет необходимый завоз, который продлится до конца навигации. Да, при общем объеме завоза топлива 25 тысяч тонн, завезено 53%, навигация будет проходить до начала октября. Одновременно с котельными работа по подготовке шла и с сетями тепло- и водоснабжения. На протяжении всего летнего сезона можно было наблюдать, как во всех поселениях Ямальского района велась работа по ремонту, переоборудованию и замене сетей, которая продолжается до сих пор. Только в одном Ярселе ведется работа сразу на нескольких участках одновременно. В поселке Ярселе проводят замену участка сетей на шести объектах. Работы выполнены уже на Мира 24-28, выполнены работы на Советской 3-5-А. Также ремонты проводятся на улицах Угаевского. Ремонт закончен на 80%. Мы планируем закончить все до 25-го августа этого года. Не только ремонт, но и прокладка новых линий водоснабжения. Реализация крупного инвестпроекта уже готовится в этом году. Ремонт сети порядка 500 метров производится по улице Мира. Данное решение было принято новым руководителям в этом году, причем с существенным сокращением сроков работ. Был заключен договор на инвестиционную программу по ремонту капитальной сети, по капитальному ремонту сети тепловозоснабжения по улице Мира, села Ярселе. Данный договор был рассчитан на три года. Опережая сроки, принято решение закончить работы в этом году. Работы будут закончены в срок, и новая линия будет введена в срок до 1 сентября. На территории Ямальского района функционирует порядка 9 электростанций. На большинстве из них закончены подготовительные работы. Они готовы к продолжительной работе на остаток текущего года и следующее полугодие. Руководство станции уверяет, что нормальному функционированию ничему не угрожает. Мощности агрегатов хватает даже с запасом. Все необходимые работы произведены согласно регламенту. Произведено ТО, чистка, изоляция. В данный момент на электростанции в село Панаевск проводим капитальный ремонт одной машины. Чистая вода без перебоев. Еще одна задача для ямальских коммунальщиков, которая выполняется посредством семей чистых станций в районе. Самая крупная из них находится в районном центре. Ее мощности хватает подготовить порядка 1200 кубов очищенной воды. Строгие контроли, современные профилактические работы позволяют снабжать жителей без существенных перебоев. Завезли соль в количестве двух тонн, завезли коагулянт, завезли флакулянт. К работе на год все у нас есть. До следующей навигации. Кроме того, в текущем году запланирован запуск очистных сооружений в селе Мыскаменный. Уже осенью чистая вода станет доступной для жителей удаленного населенного пункта. Поселки Мыскаменный в районе ЗГ не позднее сентября этого года планируем ввести в работу новые воссы совместно с администрацией ямальского филиала, непосредственно заинтересованные в улучшении качества питьевой воды. В целом коммунальная организация проделала большую работу к подготовке предстоящего зимнего сезона. И можно быть уверенным, что начало долгой полярной зимы будет встречено во всеоружии. Евгений Алабушев, Иосиф Щелоков, Ямальское телевидение, Ярселе. Продолжение следует...